Святаго Духа Аминь Из поучений Святаго Иоанна Златоустова На книгу деяний апостольских Нет ничего равного милостыне Или лучше Так велика сила этой добродетели Когда она происходит Из чистых сокровищниц Как происходящее От неправедных стяжаний Подобно источнику, изливающему нечистоты Так происходящее От праведных стяжаний Есть как бы прозрачный и чистый поток в саду Приятный на вид Усладительный на вкус Доставляющий свежесть и прохладу Во время полудня Такова милостыня При этом источники растут Не тополи, не сосны, не кипарисы Но другие гораздо лучшие Этих великие произрастения Любовь Божия, похвала от людей Слава пред Богом Благорасположенность от всех Изглаждение грехов Великое дерзновение, презрение богатства Милосердия, которым питается древо любви Обыкновенно ничто так не питает любви Как милостыня Она простирает высоту своей ветви Она источник лучше райского Не разделяющийся на четыре начала Но достигающий до самого неба Она источает ту воду Которая течет в живот В жизнь вечную Смерть, коснувшись ее, исчезает Как искра в источнике Так она, где бы ни источалась Производит великие блага Она угошает ту реку Огненную, как искру Она истребляет того червяк Как ничто Кто имеет ее, тот не узнает Искрежет у зубов От воды ее, если и капля упадет На узы, расторгает их А если упадет в печи Всецело погашает их Как райский источник не таков Чтобы то изливал потоки То и сыхал Тогда он не был бы и источником Но течет постоянно Так и наш источник Пусть всегда изливает Очень обильные потоки Особенно для нуждающихся в милостыне Чтобы он оставался источником Это доставляет радость принимающему Это и есть милостыня Когда изливается поток Не только обильный Но и постоянный Если хочешь, чтобы милость Божия Дождила на тебя, как бы источника То имей и ты у себя источник Ничто не может сравниться с ним Если ты откроешь этот источник То источник божеский откроется так Что превзойдет всякую бездну Бог ожидает от нас только повода Чтобы излить благо из своих сокровищниц Когда кто тратит Когда издерживает Тогда богатеет Тогда изобилует Великий исток этого источника Чистый прозрачен поток его Если ты не заградишь его То не заградишь и того источника Божия Никакого бесплодного дерева Не насаждай при нем Чтобы оно не потребило влаги его У тебя есть имение Не насаждай там тополей Такова роскошь Она многое истребляет Но ничего собой не доставляет А только губит плод Не насаждай ни сосны, ни липы Ни других подобных Требующих многого Но ни к чему не полезных Такова роскошь в одеждах Только приятная на вид Но не полезная ни к чему Вырасти виноградные лозы Насади всякие деревья плодовитые Какие хочешь в руках бедных Нет ничего плодоноснее этой земли Хотя невелика вместимость руки Однако насаждаемое здесь дерево Достигает до самого неба И стоит твердо Это и значит насаждать А насаждаемое на земле Если не теперь То через сто лет погибнет Для чего же ты насаждаешь деревья Которыми не будешь пользоваться А прежде нежели воспользуешься Смерть придет и похитит тебя А это дерево, когда ты умрешь Тогда принесет тебе плод Если насаждаешь, то насади Ни в ненасытной утробе Чтобы плод не был извержен вон Но насади в чрево алчащим Чтобы плод дойти к небу Утешь страждущую душу бедного Чтобы не скорбела твоя уточневшая Не видишь ли, как деревья Напаяемые через меру Загнивают с корня А напаяемые умеренно возрастают Так и ты не напояй Чрезмерно своего чрева Чтобы не загнил корень этого дерева Напой чрево жаждущее Чтобы оно принесло плод Напаяемое в меру Не загнивает от солнца А неумеренно напаяемое загнивает Таково естественное действие солнца Неумеренность ведь зло Поэтому будем воздерживаться от ней Чтобы и нам получить то, о чем просим Источники говорят Получают свое начало в местах весьма возвышенных Сделаемся же и мы возвышенную душою И тотчас потечет от нас милостыня Невозможно возвышенной душе не быть милостивою И милостивой не быть возвышенной Итак, кто презирает имущество тот высший корня зол Источники по большей части находятся в пустынях И мы изведем душу из мирской суеты И потечет от нас милостыня Источники чем более очищаются Тем более обильными становятся Так и мы чем более будем раздавать Тем более произрастет благ Кто имеет источник тот чувство страха Так и мы если будем иметь источник милостыню Не будем страшиться И для питья, и для орошения, и для постройки зданий Для сего полезен нам этот источник Нет ничего лучше такого питья Оно не производит и пенение Лучше иметь такой источник Нежели источники доставляющие золото Душа, носящая это золото Лучше всякой земли золотоносной Оно сопутствует нам не в это царство, но в горнее Это золото служит украшением церкви Божией Из этого золота приуготовляется меч духовный Меч, которым посекается змей Из этого источника происходят драгоценные камни Украшения голову царя Не будем же пренебрегать таким богатством Но будем творить милостыню щедро Чтобы нам удостоиться милости Божией По благодати и щедротам единородного сына его Которому и всякая слава, честь и держава Со святым духом во веки веков Аминь Аминь